всем привет перед нами планшет xplay hit и у него имеется огромное количество проблем в корректности работы он не видит сим-карты и при любой попытке запустить приложение вылетают ошибки в том числе и системных служб я пытался исправить эти ошибки путем очистки кэша приложений а также путем сброса планшетного пк до заводских настроек как вы поняли сейчас я готовлюсь к его перепрошивки и обязательно смотрю ревизию прошивки она понадобится нам чуть позже сейчас я готовлю планшет прошивки заряжая его до 100 процентов обязательно и далее перейдем загрузки необходимых программ и так какой же софт нам необходим для прошивки данного планшета узнав марку модель а также ревизию планшета заходим на сайт 4pda и здесь находим необходимую прошивку сейчас вы видите как я скачиваю вторую ревизию прошивки так как я не нашел здесь третью на форумах почитал что подойдет 2 и это было моей ошибкой поэтому в этом ролике вы увидите две инструкции как прошить планшет а также как его раскорпичить также здесь мы можем найти инструкции если вдруг вы окорпичите свой планшет или телефон далее нам понадобится программа sp flash tool все ссылочки на файлы будут в описании скачиваем данную программу также на 4pda не нашел драйверов для планшета но они есть свободном доступе в интернете уже чуть позже когда я кирпичил планшет и искал способ его восстановления я как раз наткнулся на третью ревизию прошивки вместе со всем комплектом программ и драйверов теперь у меня есть все следующим шагом выключаем планшет если он по каким-то причинам не выключается на кнопку то здесь есть кнопочка recovery такое отверстие иголкой зажимаем и он выключается без проблем берем usb шнур непростой usb шнур для зарядки а с usb интерфейсом для того чтобы планшет подключался к компьютеру обычный кабель зарядки не подойдет так что в нем может быть проблемы если ваш планшет не определяется как видите я уже распаковал необходимые файлы драйверов никаких я пока что не устанавливал если будет нужда мы их установим теперь запускаем флештул желательно от имени администратора и так теперь пункте скейтер лодинг файл нажимаем чуз и выбираем нашу прошивку после загрузки прошивки нажимаем кнопочку download и переходим к подключению планшета никаких кнопок здесь зажимать не нужно как в других моделях планшетов или смартфонов здесь просто он должен быть выключен и наблюдаем определился ли планшет или нет процесс пошел значит скорее все планшет определился правильно и сейчас происходит режим прошивки если же планшет по каким-либо причинам все-таки не определился то вам придется попробовать установить драйвер который вы можете скачать в интернете именно для этой модели иногда при прошивке не помогает ни установка драйвера не смена usb кабеля то есть все равно планшет или смартфон не определяется здесь необходимо убедиться что все в порядке с выходом зарядки то есть с usb интерфейсом вот здесь то есть он может быть поломан именно в планшете как видите прошивка была завершена успешно теперь проверяем планшет получилось ли у нас или нет как помните первый раз я загрузил не ту прошивку и закирпичил планшет поэтому сейчас будет восстановление прошивки а затем полный результат моей работы и так переходим в выживление кирпича вот можете почитать что необходимо сделать это несложный процесс также можем скачать необходимую прошивку что я сейчас и делаю почему вообще показываю этот весь процесс со своими ошибками чтобы вы понимали как делается это правильно где можно наткнуться на ошибку как ее можно исправить ну что же давайте продолжим значит новая прошивка уже скачано версия 3.0 также скачен драйвер для операционной системы чтобы планшет вновь определялся верно для начала установим драйвер выбираем версию операционной системы то есть ее разрядности устанавливаем далее снова открываем flash tool открываем уже новый скейтер файл кстати если здесь файл будет не открываться то вам нужно проверить следующее находим файл скейтер открываем с помощью блокнота находим здесь пункт is download и здесь у вас возможно стоит файл ставим true и сохраняем первое что мы попробуем здесь оставим download only то есть ничего здесь не меняем это первое что мы попробуем нажимаем download подключаем usb кабель планшету и далее нажимаем иголочкой кнопку reset то есть здесь в отверстие плюс кнопочку вверх то есть звук вверх одновременно затем планшет должен переопределиться и как видим процесс прошел пока что успешно смотрим что будет дальше то есть как вы видели принципе больше никаких манипуляций мы не выполняли и возможно сейчас планшет должен раскирпичиться так скажем и с другой стороны нам очень повезло что больше сделать ничего не пришлось на самом деле раскирпичивание планшетов или телефонов порой проходит куда сложнее чем этот случай ну что же операция завершена успешно давайте смотреть что у нас теперь с планшетом и вуаля теперь информация о том что сейчас может смутить загрузка 1 после перепрошивки длится очень долго поэтому запаситесь терпением и ожидайте можно даже сходить погулять придете он включится ну вот как и обещал все работает теперь нам главное убедиться что и мы не слетел если вдруг слетел и мэй нам придется восстанавливать еще его а так все работает как видите все замечательно некоторые исправления я уже сразу вижу не читала сим-карта теперь читается будем надеяться что планшет вовсе вылечен и так все работает проверяем у нас были сплошные ошибки теперь камера работает как видим то есть все замечательно с помощью перепрошивки устранили все проблемы вот так вот так вот и все